Какую самую большую ошибку в жизни ты совершила? Самая большая ошибка, которую я когда-либо совершала, это покупка автоответчика. Однажды в один из романтических вечеров с моим приятелем, в то время как я ему говорю, «Я люблю тебя, ты единственный мужчина в моей жизни». Неожиданно раздается телефонный звонок, и автоответчик выдает мужским голосом, «Привет, моя милашка!» О, нет. Я была влюблена в одного парня, которого звали Бен. Как-то вечером он мне звонит и приглашает в ресторан. Я в таком восторге, и вот в тот вечер, когда он должен был зайти за мной, раздается звонок в дверь. Я открываю, и это вовсе не тот Бен, о котором я думала. А какой из твоих ошибок можно назвать самый большой? Ошибок? Я никогда не делала ошибок. Да уж, это точно. Женская ошибка. Я начала курить по той же причине, что и все. Сигарета позволяла мне чувствовать себя взрослой и независимой, но эта независимость оказалась мнимой. Я докурилась до того, что стала практически полностью зависимой от никотина. Мне казалось, что я никогда не вырвусь из его объятий. Но это, к счастью, в прошлом. Я Мередит Бэкстер, теперь уже бывшая курильщица. Раньше среди курильщиков преобладали мужчины. Чаще всего они и страдали от последствий. Но сегодня статистика показывает, что каждая четвертая американская женщина курит. И ежегодно от болезней, связанных с курением, умирает 175 тысяч женщин. Надпись на пачке сигарет. Министерство здравоохранения предупреждает, что курение вызывает рак легких, сердечно-сосудистые заболевания и эмфизему. Для женщин риски еще более увеличиваются. Курение может разрушить их репродуктивную систему. И курящая женщина, будучи беременной, подвергает не родившегося еще ребенка опасности. Смертельным может стать также сочетание контрацептивных средств с курением. И тем не менее, несмотря на все то, что мы знаем о курении, сегодня среди подростков больше курящих девочек, чем мальчиков. К сожалению, один из аспектов социального равноправия женщин кажется включать в себя и самоуничтожение. Вот зажигалка. Ты знаешь как? Ты что, не знаешь, как это делать? Ну да, это знаешь. Окей, смотри сюда. Вот. Все начинается обычно в старших классах, когда одна сигарета кажется достаточно безобидной. Но тем не менее, эта одна сигарета отнимает пять с половиной минут у каждой из выкуривших ее девочек. Теперь попробуй. Вдохни, открой рот и начинай. И теперь ты должна почувствовать это где-то здесь. Затем выдох. И дым проходит через нос. Сама увидишь. Окей, вот так и начнешь. Почему бы не попробовать? Давай же. Я помню свою первую затяжку. У меня закружилась голова, не хватало воздуха, стало плохо. И я знала, что мне не нужно было этого делать. Но я боялась выглядеть белой вороной среди всех остальных, которые это делали. Я говорила им, что мне не хочется, но они настаивали. Давай, попробуй. Одна сигарета тебе ничего не сделает. Эрни Тебедейл выкуривает по пачке в день и только сейчас начинает понимать, что может сделать с ее организмом всего одна сигарета. Мы попросили Эрни воздержаться от курения в течение 12 часов для того, чтобы понаблюдать за тем, что происходит с ее организмом до курения и после. Мы в специальной лаборатории. Мы проверяем легкие Эрни, ее артериальное давление, количество ядовитого гликислого газа в ее крови. Все предварительные результаты в норме. Теперь наступает момент, которого все ждали. Она выкуривает первую за сегодня сигарету. С годами ее зависимость от никотина увеличилась, но она определенно считает, что это никак не вредит ее здоровью. Я себя хорошо чувствую, утомляюсь не быстро, много гуляю, в общем, чувствую себя прекрасно. Хорошо, расслабьтесь, дышите свободно. И так мы видим, что происходит с организмом Эрни каждый раз, когда она закуривает, а выкуривает она от 10 до 20 сигарет в день. После выкуренной сигареты бронхи Эрни сужаются, и тогда нагрузка на легкие увеличится на 35%. Количество сердечно-сокращений увеличивается на 24 удара в минуту. Количество гликислого газа в ее крови почти удвоилось. Это препятствует проникновению кислорода к жизненно важным тканям организма, что в свою очередь может привести к сердечному приступу или инсульту. Наконец, мы снимаем термограмму с чувствительной части рук Эрни, и она показывает, как курение влияет на замедление тока крови в ее организме. Справа руки Эрни до того, как она закурила, слева то, что произошло после того, как она выкурила всего одну сигарету. И вы видите, что ваши пальцы не видны на снимке, что мы даже не добрались до отметки 31 на графике. Это указывает, что произошло падение температуры на 3-4 градуса Цельсия всего через несколько минут после выкуренной сигареты. Удивительно, я и не знала об этом. Курение, оказывается, причиняет мне вред и будет разрушать мой организм, и я все это смогла увидеть. А я боюсь. А вдруг мне будет плохо? Поначалу всех так. Точно? Поначалу меня так было. Ты что, серьезно? Серьезно. Абсолютно у всех. Ну ладно, попробуй. В Америке производители табачных изделий ежегодно тратят более 2 миллиардов долларов для проведения в стране мощнейшей рекламной кампании сигарет. Сегодня мы видим, что реклама сигарет заполнила нашу жизнь. Большая часть ее сегодня ориентирована на женщин. Посредством рекламы нас ненавязчиво пытают убедить, что курящие женщины становятся более сексуально привлекательными, более независимыми, более раскрепощенными, более спортивными. Женщины превращаются в мишени, и похоже, что затраты табачной промышленности на рекламу окупятся сполна. Доктор Вирджиния Эрнстен работает эпидемиологом, изучая проявления раковых заболеваний у женщин. Сегодня она выступает перед учениками средней школы имени Кеннеди в городе Гренада-Хиллс, штат Калифорния. Статистика раковых заболеваний по Соединенным Штатам показывает, что в 1950 году из 100 женщин, заболевших раком, только у трех был обнаружен рак легкого. Сегодня рак легкого наблюдается уже у 20 из 100 женщин, заболевших раком. Но эту эпидемию можно полностью предотвратить. Однако, по-настоящему возмущает меня не женщины, которые курят, а те причины, которые побуждают их к курению, потому что большинство дам решается на такой шаг еще в подростковом возрасте. В каждой сигарете, которую выкуривают эти девочки, содержится около 4000 химических соединений, многие из них ядовиты. 40 приводят к раку. Я занимаюсь этим, когда родителей нет дома. Что я делаю, чтобы родители не знали об этом? А я губы трубочкой сворачиваю, как для поцелуя, и дым пускаю в окно. Точно-точно. Когда мать послала меня в магазин, я покупала ей две пачки, чтобы в доме всегда было курива. Мой отец курил, дед, тетя курила, вся семья курила. Ну ты даешь. Я начала курить, потому что при этом чувствуешь себя хорошо. Кайф, вроде бы чувствуешь, как будто ты лучше всех. Что ты самое главное, или что-то вроде того. Мне кажется, это сексуально, потому что чувствуешь себя как бы взрослее. Думаю, что опасность, которая якобы представляет, делает курение еще более захватывающим. Ну вот, мне нравится. Я уверена, что могу бросить курить в любое время. Я не хочу бросать курить, мой имидж для меня очень важен, и мне кажется, курение помогает мне поддержать его. Я знаю, что однажды пожалею об этом, зато ни одна из этих девчонок не скажет, что мы курили какую-то солому. Курение так классно. Очаровательно. Сексуально. Расслабляет. Это прибавляет сил. Это модно. Приятно. Ирэн Лейн, 67 лет. Я выкуривала по пачке в день 40 лет подряд. Кристи Палмер, 66 лет. Я выкуривала по 3 пачки, целых 50 лет. Медицинские исследования показывают, что у курящих больше морщин, чем у некурящих. Да и выглядят они на 10-20 лет старше своего возраста. Итак, из-за курения могут появляться лишние морщины, ногти могут пожелтеть, появляется неприятный запах изо рта. По оценкам министра здравоохранения, в США 395 тысяч человек умирают преждевременно из-за последствий курения. Это как если бы ежедневно погибало больше людей, чем вмещая два Боинга 747. Каждый пятый, которого хоронят сегодня, это человек, преждевременно ушедший из жизни из-за своего пристрастия к сигаретам. Кристиан Силли побывала на таких похоронах. Хоронили ее деда, заядлого курильщика, скончавшегося от сердечного приступа в возрасте 66 лет. Кристиан, когда сама начинала курить в возрасте 12 лет, даже не знала, что ее дед так курил. Мне стало страшно при мысли о том, что в моей семье кто-то умер от табака, а я могу стать следующей жертвой. В голове проносились мысли, да, наверное, нужно было бросать, потому что курение опасно. Но стоит на самом деле отказаться от этой привычки, когда все вокруг начинают давить на меня, им кажется, что со мной что-то произошло. Вот если я закурю снова, тогда, наверное, им покажется, что все в порядке. Вы знаете, у спортсмена очень здоровые легкие, они могут заниматься всеми этими спортивными нагрузками. Но я до того, как начала курить, тоже была такой же. А теперь мне кажется, что физическая нагрузка на легкие слишком велика. Начинает казаться, что легкие перестанут дышать, поэтому я дышу чаще. Надо над этим задуматься. Я думаю, что если не бросить курить сейчас и продолжать этим заниматься, то скоро можно настолько пристраститься, что станешь выкуривать по 3-4 пачки в день. А когда забеременеешь и будешь ждать ребенка, курение повлияет на малыша. Мне кажется, это ужасно. Мне хочется родить ребенка. Я не хочу только, чтобы с ним что-то случилось. Согласно недавнему сообщению Министерства здравоохранения, к сигаретам можно пристраститься так же, как и к героину. У таких людей, как Эмма, пароломка происходит очень болезненно, так как это затрагивает еще одну жизнь ее ребенка. Малышу еще предстоит провести там 6 недель. Это грудная клетка матери, реверные дуги. В центре грудной клетки бьется сердце, окруженное легкими. Вот сейчас происходит вдох. Доктор Эндрю Чарльз из медицинского центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе демонстрирует Эмми, что происходит с ее плодом и предупреждает, что курение опасно для их обоих. Каждая сигарета лишает плод кислорода, и последствия этого могут быть самыми серьезными. Выкидыш, преждевременные роды, малые вес плода, родовые травмы, высокая степень риска детской смертности. Сигареты меня буквально заркалили, когда я просыпаюсь, мне нужно сразу же закурить. После каждого приема пищи я должна выкурить хотя бы одну сигарету. Даже сидя где-нибудь я выкуриваю сигарету одну за другой. А все это, а ну что, и к моему ребенку попадает, так же, как и ко мне в легкие, да? В табачном дыме содержится никотин и углекислый газ, и все то, что попадает в вашу кровь, переносится ею к малышу, проникая в некоторой степени через плаценту. Так здорово, когда малыш там двигается, я чувствую это, но затем, как только где-нибудь присяду, сразу же достаю сигарету, а потом чувствую, что он там какое-то время даже не шевелится. Интенсивное курение, кроме влияния на вес плода, согласно исследованиям, может повлиять на развитие умственных способностей уже родившегося ребенка. Ухудшает обучение чтению, письму, способность социально адаптироваться. Каждая сигарета, которую вы выкуриваете, на некоторое время вызывает как бы удушье вашего малыша. Если вдруг когда-нибудь что-нибудь случится с моим ребенком, я возненавижу себя. Но пока я хочу курить, я не могу отказаться в себе в этом удовольствии. И это опасно для тех, кто собирается иметь ребенка, потому что курение влияет на него. Для малыша, рожденного в этом переполненном табачном дымом мире, жизнь может оказаться навсегда сломанной. Патрик Рэндаллс пережил эмоциональную травму, последствия которой ощущает и по сей день. До сих пор помню своего отца, Рэндаллса старшего. Как он лежит на спине и хватает воздух ртом, умирая от эмфиземы. Он умер от того, что курил сигареты, сделавшие нашу семью богатой, Кэму и Винстон. Когда мой дед в начале века начал выпускать сигареты Кэмов, он не знал, что они будут причиной миллионов смертей, так как они вызывают рак, сердечные и легочные заболевания. В наше время он встал бы и сказал, «Эй, парни, подождите-ка минуту, эти сигареты убивают людей, и они убьют еще миллионы прежде, чем те поймут опасность курения». Компания Патрика против курения началась с того, что он продал все акции компании Рэндаллса, принадлежавшие ему лично, и сам бросил курить. С тех пор он стал главным борцом за Америку без табака. Давай, угощайся. Да, это просто класс. Табачным компаниям для того, чтобы получать то же количество прибыли, необходимо ежедневно улавливать в своей сети до 5000 человек. И как вы думаете, кого они в первую очередь отлавливают? Вас, детей. Они должны отлавливать молодежь, потому что 90% всех курильщиков пристрастились к никотину в возрасте до 20 лет. Я знаю, ребята, как себя чувствуешь, когда ощущаешь свою язвимость. А как вы себя чувствуете, становясь покупателями сигарет и как бы мишенью для табачной промышленности? Кто как считает в этой аудитории? Вы возмущены этим или счастливы от этого? Я лично полагаю, что это вид болезни. Они нуждаются в курении. Вы знаете людей, которые пристрастились, ну, каждый день к этому? Здесь дело не только в рекламе, но и в человеке, который захотел покурить. Они не достигнут ничего, если ты сам этого не хочешь. Я в том смысле, что это ваши проблемы, если вы хотите? Ой, мне кажется, это отвратительно. Я думаю, когда люди курят, так ведь это их дело, верно? Когда они хотят курить, отлично, но лучше пусть держатся от меня подальше. Заходишь в туалет и выходишь оттуда, провонявся этим дымом. Мне не хочется так благоухать. Это противники курения из средней школы имени Кеннеди разделят стремление и энтузиазм Патрика Рейнблса по превращению Америки в страну без табака. Поэтому я и не хочу курить. Сейчас мы проводим кампанию против курения. Она дает некурящим шанс показать курильщикам, как окружающие относятся к их курению. Почему ты куришь? Хочу я курю. Знаешь, это опасно для здоровья. Легкие из-за этого погибают. Да, но я делаю то, что хочу. Ты в конце концов можешь заработать рак молочной железы. Даже противно смотреть, как выглядят мои прокуренные легкие. Мне кажется, они выглядят еще чернее, чем эти. Для меня целовать курящую девочку – это все равно, что целовать пепельницу. В дыме содержится много всего вредного. Я это знаю, не хочу заболеть от курения. Около 30 лет происходит с того момента, когда вы сделали первую затяжку до того времени, когда у вас развилась болезнь. Для вас 30 лет могут показаться чем-то слишком отдаленным. Мне 16, а мне 15. Никакой болезни я не заработаю до 45. Вечно жить буду? Давай, давай. Но факт остается фактом. Мы не живем вечно. Факт заключается в том, что курение убивает. Миле Мартин стала курить еще подростков. У нас есть результаты биопсии в области ее легкого, которые мы видели. К сожалению, мы должны констатировать, что у нее злокачественная опухоль. О, нет. Что все так плохо? Я никогда не задумывалась над тем, что происходит с моими легкими. Или на самом деле, и не понимала, ну, как она функционирует. Для меня они были чем-то, что нужно наполнять дымом. Ну, ради удовольствия. К тому времени, когда размер опухоли достиг размера 4 на 5,5 сантиметра, у Миле было то, что мы называем неизлечимым кашлем курильщика. Все это закончилось биопсией, а позже был обнаружен рак легкого. Ей сделали операцию, удалив верхнюю часть слева легкого. Миле много раз пыталась бросить курить. В последний раз она бросала курить, когда ей было 43 года. Две недели спустя у нее в легких нашли опухоль. Сегодня, 4 года спустя, доктор Филим Сина Макэндрю говорит, что состояние Миле удовлетворительное. С большой уверенностью можно сказать, что она не сможет побороть эту болезнь и в конце концов умрет от рака легких. Будучи еще маленькой, Миле мечтала стать художницей. Для нее сигарета была чертой романтического облика, опорой, которая позже стала постоянной спутницей. Часами она в одиночестве выводила кружева сигаретного дыма. Она все больше и больше зависела от никотина. Когда я впервые встретился с моей женой, она выкуривала по одной-две пачки в день, как и я. Чем дальше, тем больше. Проблема в том, что я ее теряю. И это меня пугает. Болезнь жены сразила Генри Мартина Павал не раз, а дважды. В прошлом году Миле перенесла правосторонний параллель. Раковая опухоль из легких добралась до головного мозга. Мы видим большое пятно. Это опухоль, распространившаяся в левую часть мозга Миле. А вот эта темная часть, которую мы видим здесь, увеличиваясь, давит на окружающие здоровые ткани. Опухоль головного мозга Миле была удалена, но выздоровление идет медленно. Когда я сажусь за швейную машинку, я должна заново учиться всем операциям. Получается медленно. Но такая это работа. Где можно и помедлить. Генри, как это сказать? О, я этого не запомнил. В дополнение к операции Миле облучили, чтобы удалить оставшуюся мозговую опухоль от этой процедуры, все ее волосы выпали. Я была очень кудрявая, а теперь вот что. Слава Богу, что после всего я еще жива. Сигарета для меня была олицетворением жизни в высшем обществе, потому что сама жизнь это дыхание. Я могу вдохнуть и насладиться этим вдохом так же, как я раньше наслаждалась и никотином, и сигаретой. Миле все еще опасается, что из-за сигареты утратит все, что у нее осталось. Тем не менее, Гарри не смог бросить курить. Курение – это такая штука, когда не знаешь, будешь ли тем, кто попался на крючок и заработал рак. Это вовсе не так уж привлекательно. Я вообще напугана тем, что произошло, и тем, что могу умереть от рака легких. Это пугает меня. Мне кажется, с этим пора кончать. Я думала, что всегда смогу избавиться от курения, как только захочу этого. Теперь я знаю, что это так не происходит. Поэтому мне кажется, что я дошла до точки, когда все. Но теперь вот я распрощалась со своей последней сигаретой. Во вторник? Во вторник. Это здорово. Тот факт, что вы здесь, означает, что вы внимательны к себе и что вы осознали, у вас есть пристрастие. Вы поняли, что у вас есть связанные с этим пристрастием проблемы. И вы пошли дальше. Это как раз то, чем мы занимаемся здесь. Программа Американского онкологического общества помогает таким курильщикам, как Кристина, побороть в себе влечение к сигарете. Ой, я, наверное, единственная такая. Нет, нет, я очень довольна, что вы так молоды и уже пришли сюда. Мне кажется, от курения они умирают. И я решила, зачем мне умирать от эмфиземы. Мой 39-летний сын, у него день рождения, 18 мая. Но он умер год назад, 10 июня, рак легких. Не знаю, смогу ли пережить это. Кроме того, я решила бросить курить сама. Руфи здесь все помогают. Спасибо. Кристина, а как ты выбрала день, в который бросила курить? Я говорю себе, сегодня брошу курить. И действительно, это начинает срабатывать. Вкус и все остальное. Итак, сегодня ты не куришь. Да. И когда вернешься на следующее занятие в тот понедельник, у тебя будет стаж 4 дня. 4 дня. Мне 3 раза уйти, но... 3 раза уйти. 3 раза уйти. 3 раза уйти. 4 дня. Если понимаешь, что ощущаешь желание курить, но в то же время, хочешь бросить курить, то можно самого себя на это настроить полностью. Все зависит только от тебя. Хочешь? Нет. А почему? Бросила. Потрясающе. Это так, я говорю правду. За последние 5 лет я 7 раз вновь бралась за сигареты. Каждый день, друзья мои. Тоже что-то подобное пытаются сделать. Я им говорю, перестаньте, я бросила курить. Уберите от меня это куда-нибудь. Кто бросил курить? Кто смог бросить курить? Я. Эмми? Курить хотелось ужасно, но перед тем, как сегодня сюда пришла, но пытаюсь дышать глубже. А Русь? Ты не куришь больше? Я не курю уже с первого дня наших занятий. Это прекрасно. АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, эти хлопоты в рождественские идеи, но день как-то прошел, и потом, только до меня дошло это же надо, ни разу не прикоснулась больше к этой штуке за весь день, не брала сигарету в руки, хотя чувствовала очень-очень сильное желание. Чувство это действительно мощное. Немногим удается отвязаться от пристрастия к маленькой сигарете, начинающей управлять нашей жизнью. Кристина, ты уже не куришь? Нет, я уже четыре дня не курю. Поздравляем, здорово. АПЛОДИСМЕНТЫ Не могу себе больше позволить быть зависимой от сигарет. Да сейчас я независима, свободна. И теперь не беспокоюсь, что убиваю себя или что-то в этом роде. Я хочу быть здоровой. Для вас не могу означать смерть. Меня прооперировали 20 лет назад. Я начала курить, когда мне было 22. И с тех пор каждый день курила. Вы же не хотите серьезных приступов? Эмфиземы. Или рака. Слышите, какой у меня голос? Нет его. Я не хочу, чтобы вы когда-нибудь курили. Чем дальше, тем другие с этой привычкой справляться. Я все это пережила. Бросьте курить. Я хочу сказать, что я бросил курить, и этим очень горжусь. Я рада, что вы со мной заодно. Это было нелегко, правда? Так, сколько дней? Теперь уже 14. 14 дней. Надо добавить к этому еще 3 недели, когда еще можно сорваться и вернуться на круги свои. Я знаю, что вы с этим справитесь. Это вполне доступно каждой. Я знаю, что вы сможете прислушаться с голосу разума, как и я когда-то. Курение Курение То женщины должны понимать, что курение в этом случае – ошибка. А ошибка. 還是 ошибка. Для ничего. До скорых. Удачи. После этого. Все это сделано. А ошибка. А ошибка. Тур籍 Немножко. Не ошибка. Удачи. Немножко. Знаю. А в удаче. Очень. Немножко. А ошибка. Удачи. Вот уже 10 лет, как я узнала настоящую истину о курении и бросила. Но сегодня есть еще более пугающие факты. Сегодня мы знаем, что к никотину можно пристраститься так же, как и к героинам, и список опасностей постоянно пополняется. Курение вызывает рак и сердечно-сосудистые заболевания, инсульты, эмфиземы, влияет на внутриутробное развитие плода, вызывает преждевременное старение организма. И если вы думаете, что вам это не грозит, подумайте еще раз. Ежедневно от заболеваний, связанных с курением, в этой стране умирает более тысячи человек. И знаете, что я говорю себе? Что я могла быть одной из них. Что вы сказали об ошибках? Мы должны учиться на своих ошибках. Почему я не могу найти хорошего парня? Ах, да. Я с одним познакомилась, мы с ним катались на BMW и он даже не разрешил мне закурить в такой крутой тачке. Это точно, потом еще в ресторан попадаешь, в зал для не курящих. И в театрах курить тоже запрещено. А когда перед этим покурила, знаешь, как хочется опять, в первый же день встречи с парнем, представляешь? Да, эти дурацкие сигареты. Знаешь, иногда мне кажется, что эти дурацкие сигареты – самая глупая моя ошибка. Фильм дублирован на студии ОНТ «Диктор Елена Войко». ОНТ «Диктор Елена Войко», «Диктор Елена Войко» «Диктор Елена Войко» «Диктор Елена Войко»